Вот смотрите, мотивация компании, давайте ее рассмотрим. Значит, вот компания что-то продает, неважно что. Продает она миллионов на 14-15 в месяц. И вот они поставили цель себе достичь 20-миллионного оборота. Такая неплохая цель, в принципе, хороший рост. Сколько он там процентов составляет? 30. И вот они составили себе, пообещали менеджерам по продажам, что они заплатят им. Если они достигнут 20%, весь отдел достигнет 20 миллионов оборотов в месяц, они заплатят. Ну, к примеру, давайте 1% от оборота они заплатят. Вот такая вот мотивация положили. Что происходит дальше? Компания достигла 20 миллионов оборотов. 20 миллионов. И в ней есть, ну давайте 5 людей, которые занимаются продажами. 5 менеджеров по продаже. Первый, есть такие звезды, о которых мы все знаем. Он примерно продал 9 миллионов. Второй продал на сколько? Ну, на 5 давайте посчитаем. Третий продал на 3. И 2, как мы их называем, аутсайдеров продали по миллиону. Значит, действие, которое мы приняли. Мы поругали этих ребят, что они аутсайдеров. Пример поставили этих парней. Сказали, какие они веселые. Но нам приносит отчет наш финансовый директор. И мы плачем, потому что достигли 27 миллионов, а фирма практически в убытках. А то или в убытках. Где ошибка? Не та мотивация. Это то, что... Но мы... Чего мы ругаем? Мы начинаем сразу ругать не этих ребят, а начинаем ругать и этих ребят. Потому что виной провала кто в основном? То есть они, вот эти ребята, вот эти звезды, как правило, их эффективность труда, вот при такой мотивации, она низкая. И весь доход, как ни странно, распределился здесь. То есть компания зарабатывала здесь, компания теряла здесь. Мы начинаем ругать этих ребят. Они при чем тут? Как замотивировал, так и сделали. Что вы от меня хотите, ребята? Вы мне поставили такую мотивацию, я ее выполнил. Вы же мне никто не сказал делать скидки и так далее. И вот есть разные виды мотивации. Вот давайте мы с вами посмотрим. Как считать? Значит, есть возможность посчитать фиксированный оклад. Ну, примерно так. Пришел на работу, получил деньги. Эффективная схема мотивации? Никто, надеюсь, не применяет ее? Слава богу. Оплата от отгрузки или от оказания услуг. То есть услуга оказана, деньги получил менеджер. Вот это тоже не очень тема. Потому что, собственно говоря, мы не стимулируем людей собирать дебюторскую задолженность. Оплата от прихода денег. Ну, уже чуть получше. Отплата от валовой прибыли. Упрощенная модель. Что такое упрощенная модель? Вот, допустим, на этом примере товар заходит по цене, допустим, 90 рублей. Пускай он заходит по 90 рублей, сюда уже все накладные расходы, плюс транспорт, плюс все легло. Плюс еще 2 рубля, какие-нибудь затраты там общие фирменные, 2 рубля. Вот, дайте ему эту себестоимость, 92 рубля. При продажной цене 100. У него, по крайней мере, в голове, в башке будет вот эта вот красная черта. Дайте человеку вот эту красную линию. Пускай вы сами ее обозначите. Пускай она будет завышена. Ну, дайте ему ее, чтобы он примерно понимал, из чего что складывается. Иначе будут вот эти грандиозные скидки даваться. И следующий шаг. Вот смотрите, вот этот парень, он давал скидки порядка, вот это жизненный пример, порядка 6%. 6% он давал скидки. 1% составляла его зарплата. Собственно, фирме оставался всего лишь примерно 1%. И тот куда-то размывался. Он стирался за счет того, что от срочки платежа, соответственно, за деньги надо было банкам платить. Выше. Вот и вся история, коллеги. Вот и вся история, почему, собственно говоря, ну, очень важно для компании включать еще такой параметр, ключевой показатель эффективности, как упрощенная себестоимость. Или доходы от валовой прибыли. Сразу же у вас другая картинка будет в голове. И у людей будет другая картинка. И другое отношение к скидкам будет. Потому что вот по этой технологии у человека есть соблазн всегда давать больше скидок. И дальше, даже если вы платите, исходя из прихода денег, неважно, но вы не ставите один из показателей, это прибыльность его работы, прибыльность его работы, соответственно, работа будет в минус. И он в этом не виноват. А виноват и вы. Следующее. Ключевые показатели эффективности. Что такое, с чем его едят, у кого они внедрены. Итак, правило. Значит, общая идея KPI следующая. То есть, все строится на определенные, есть ключевые показатели. Что такое ключевые показатели? Это как показатели, по которому вы легко оценить работу того или иного специалиста. Вот давайте сначала обсудим правило. Необходимо сосредоточиться на нескольких самых стратегических, тактических для вашей компании важных показателей. То есть, это первое, что сделаем. Их может быть много и отталкиваться можно только от стратегии развития вашего предприятия. Следующее правило. Показатели вашего отдела продаж должны быть закреплены за ответственными сотрудниками. Личные показатели – за личным менеджерами. А общие или агрегированные, как они называются, за руководителем. Если вы думаете, вот некоторые ошибки бывают в мотивации, когда на людей вешают еще планы отдела по продажам. Вот это колоссальная ошибка при составлении мотивации. Третье правило. Разрабатывая ключевые показатели, вы должны четко понимать, откуда вы будете брать данные. И эти данные должны настолько просто браться, что это автоматическая работа. Клик, и у вас получились данные. Это не должно быть там ручной труд. Как только появится возможность чего-то там руками внести, это все уйдет в никуда. Как только будет какое-то усложнение со сбором данных, все уйдет в никуда. Это все либо не будет работать, либо все будет с приписками, недописками и так далее. Лучшая система – это CRM-система, выгрузка CRM-систем. Итак, контроль исполнения. Для того, чтобы контролировать исполнение, нужно иметь определенный пакет документов внутрифирменных. Первое – это зафиксированные планы продаж. Планы продаж по компании и по отделу продаж. Все, что я говорю, это должно быть оформлено приказами. Следующее – внутренний прайс-лист, описание скидок и случаев, в которых менеджеры могут их давать. Скидки даются в виде конструктора Lego. То есть для меня скидки – это конструктор Lego. Скидки можно назвать такой кровь бизнеса, то есть обескравливание бизнеса своего, то есть когда ты даешь. А когда ты обескравливаешь бизнес, ты хочешь что-то взять взамен. То есть здесь надо менеджеру или себе дать понимание. Это очень хорошо, когда торг идет потом. То есть для обоснования своей позиции очень хорошо понимать, что я что-то даю, но я что-то хочу принять взамен от тебя. И вот здесь расписать человеку прямо вот эту систему. То есть допустим, 1% мы готовы дать, это примерные цифры, даже не примерные, они из головы сейчас взяты, абстрактные. 1% мы готовы дать только потому, что это новый клиент. Вот просто так называется. Мы даем 1%. Вот твоих полномочий дать 1%. Допустим, дополнительно 1,5% мы даем за месяц от срочки платежа. Клиент хочет платить заранее, то есть у нас так 60 дней, за 30 дней хочет платить, мы можем дать ему дополнительно 1,5%. Дальше. За объем выборки. Дальше. За репутационную может быть рекомендательное письмо какое-то. И так далее, так далее. То есть до лимита его ответственности вы ему даете просто вот эту градацию. Что это такое? Это такой наборный конструктор лего. Он приходит на переговоры и у него спрашивают, дай мне 15% скидки. Да не вопрос, если у него все это сложилось в единый конструктор, почему бы не дать. А если нет, он уже может нормально обосновать свою позицию, почему нет. То есть вы ему даете как раз-таки достойные аргументы в руки для того, чтобы объяснить и сблизить позицию. То есть нормальный торг получаете. Не торг воинов, когда да и все, а торг лавочников. То есть постепенное сближение своих позиций идет. Вот это нормальная, хорошая позиция в переговорах тогда получается. Если же этого нет, то наступает, а почему бы не дать. То есть вот такая вот ситуация. Для меня принцип такой. Я четко понимаю, я готов работать и бесплатно. Я могу бесплатно работать, только я должен знать, сколько за это я заработаю. Следующее. Это система мотивации менеджеров по продажам и менеджеров по маркетингу. Она должна быть прописана и подписана. Следующая система мотивации начальника отдела продаж и начальника отдела маркетинга. Стандарты работы отдела продаж и маркетинга, должностные инструкции, то, о чем я говорил. Не поленитесь, коллеги, не поленитесь, возьмите и напишите. Уберите вот эти бухгалтерские, которые вот у нас кзота даны. Это все не то. Возьмите и руками напишите, что вы хотите видеть, какие должностные инструкции, что должны выполнять ваши специалисты. Прямо пропишите это руками. Во сколько приходить, во сколько уходить на работе. Если есть индивидуальные какие-то моменты, напишите. Следующие. Планы маркетинговых мероприятий и сводные отчеты. Коллеги, без подписания планов по маркетингу, вот если вы проводите маркетинговые операции, пока они не подписаны начальником отдела маркетинга, пока они не подписаны маркетологом, ответственным лицом, пока они не подписаны менеджером, который отвечает за этого клиента, пока они не подписаны финансовым отделом, который просчитал возможность бюджета, он не утвержден. Все остальное это может быть прогнозы, как угодно. Как только подпись, это документ. Документ подлежит исполнению. Следующий. Сводная база клиентов в формате вот Excel я еще не стер, но CRM. Это обязательно должно быть. Вот это вот постоянно сводная перечень клиентов. Отчеты о результатах работы отдела продаж и отдела маркетинга. Конечно, постоянный отчет. Постоянные отчеты. Это руководитель должен подавать, сколько план, сколько факт, сколько звонков, сколько клиентов, сколько показов. Значит, у каждого менеджера есть эффективность работы. Как ее измерить? Она измеряется деньгами, тупо деньгами. Но у каждого менеджера есть какие-то расходы. Вот, например, опять же берем мою любимую Татьяну. Вот она продавала по алкоголю 9 миллионов. Я начинаю считать, сколько она обходится компанией. И дальше начинают всплывать интересные цифры. Например, вот на маркетинг она потратила там 200 тысяч рублей. Хорошо, дальше. На командировки она потратила 80 тысяч рублей. К примеру, на телефонная сотовая связь плюс там еще что-то еще там 20 тысяч рублей. На что-то еще там, допустим, она потрачена. То есть потрачена. И вот когда ты собираешь вот эти все цифры, плюс ее ЗП, плюс премия. И когда ты все вот это суммируешь, то выводишь пропорцию, сколько процентов она стоит. Вот здесь уже ты начинаешь понимать, что вот эти 9 миллионов, они достаются такой дорогой ценой, чтобы лучше бы их не было. Потому что, как правило, вот здесь надо копаться. Может быть, командировок, а может быть, мало наоборот. Может быть, увеличить. Или может быть, человек, который делает 3 миллиона, может быть, ему добавить деньги на командировки. А может быть, здесь много маркетинга или много чего. То есть вот этот анализ именно КПД, коэффициента полезного действия менеджера, обязательно нужно выводить. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok